и другая команда будут настроены только на это. По-прежнему для вас на этом канале комментируют комментаторов, соответственно, деклаты NS. И давайте приступать к просмотрам драфта этого предстояния. Да, я тоже тут. Я надеюсь, что мой DotaTV работает. Просто должно работать. В прошлой игре что-то не работало. Я склонен верить, что это просто ошибка. Знаешь, есть такой баг в Dota, что он просто не работает. Есть такой. Бывает в DotaTV. Вот. Ну, должно работать вроде. Буду надеяться. Ну, ладно. Clockwork Disruptor у Empire и Pugshaker у Double Dimension. Очевидно, Empire является фаворитом встречи, но много уже сюрпризов принесли эти квалификации. И все параллельные, на самом деле. Там такой замес идет и в Европе, и в Азии. Ну, везде. Везде побеждают не только фавориты во всех матчах, но и андердоги. Команды из открытых квалификаций удивляют, показывают хорошую игру. Так что и здесь будем надеяться, что Double Dimension смогут навязать борьбу, потому что, конечно, игры в одну коллекцию смотреть не интересно, но мы почти таких не наблюдали. Каждая игра практически, что мы видели, она была с интригой. И я надеюсь, что эта игра не станет исключением. Долго очень думают над своим пиком и пикают Operation, Double Dimension. Интересно. Ну, слушай, никаких особо предпосылок-то и не было к выбору этого героя. Не было. Да, то есть там обычно стараются против каких-то алхимиков, Bristol-Bank'ов, ну, что-то вот такое, чтобы законтрить. Вы всегда рекомендуете зрителям в таких ситуациях брать или что Operation в пабликах-то и не только в пабликах, и на просцене капитанам. А здесь вот ничего не предвещало беды, и, что называется, аппарат появился. Появился. И причем третьим героем для DD. Интересно. Для чего? Зачем? Ну, понятное дело, что как суппорт он все еще неплох. Против любого пика и в сражениях 5 на 5 он весьма хорош. И на лайнинге, между прочим, в комбинации с кем-то из других суппортов он тоже может себя раскрыть во всей своей красе. Но есть определенные и минусы этого персонажа. Все-таки герой танковат, как ни крути, и станом не обладает. Это можно оказывать и убивать. Вот видом Айсера, Тима Пака. Все верно, да. Все верно, и пока не понятно. Ну, с другой стороны, что непонятно. В принципе, это понятно. Под Ультимейт Пака можно закидывать под врыв Шейкера. Желательно с блинком, конечно, можно закидывать тоже Ультимейт Плюс. Многие забывают, ну, или как-то недооценивают, что ли, Айс Вортекс. Айс Вортекс, грамотно положенный под тот же прокаст Шейкера, под прокаст Ипака, он очень сильно увеличивает урон, входящий, магический. Поэтому герой, в принципе, неплох. Знаешь, были времена, когда Аппарэшена брали на ферст пик. И не так давно эти времена были, год так, 15-й. Его действительно иногда могли взять просто на ферст пик. И этим промышляли, кстати, и Вилджиниус, и многие другие коллективы, и те же Виртус Про часто этого героя расценивали как очень сильного. А он с тех пор стал только сильнее. Поэтому, ну, почему бы и нет. Просто хороший саппорт. Другой вопрос, что ему очень неплохо по игре, не только вот в драке, да, там, где Пак дал ультимейт, или Шейкер дал хороший эхо-слэм, а и, в принципе, по игре бы иметь какой-то хороший такой стан, который, ну, постоянно может надолго фиксировать противника, чтобы можно было легко зарядить ультимейт, легко повесить колдфит, который продолжит стан. И вот пока у Double Dimension как раз такого стана-то и не хватает. Фиссура Шейкера не очень длительная, и, ну, в общем, с ней не очень удобно работать. Удобно работать с каким-нибудь станом Свена, например. Ну, а Свена вряд ли уже мы увидим, конечно, потому что здесь Вивер появился. Да, ну, слушай, здесь я немного даже на ней соглашусь, потому что все-таки в драках 5 на 5, тут вот Пак с Дримкоилом, мне кажется, в комбинации с Айсбластом и Нштапаришном могут многое сделать. Как ни крути, но и сдерживает Пак противника этим Дримкоилом. Сдерживает, как ни крути. Да. Ну, что касательно других моментов, то есть в отсутствии того же Пака или, если не удастся, каким-то образом скомбинировать, тогда да, будет тяжеловато, в общем-то, попадать эти Айсбласты. Ну, на линии, на линии. Вот в начале игры. Ну, то есть у Пака же нет ультимейта в начале игры. В начале, да. И вообще он у него не всегда есть. Очень хочется иметь стан с небольшим колдауном. Ну, есть такая известная, старая, добрая комбинация Ancient Operation плюс Chaos Knight. Ancient Operation накидывает колдфит, Chaos Knight использует рифт сначала, так что противнику очень тяжело выбежать уже из радиуса. Он может как бы выбежать из радиуса колдфита, только побежав в сторону, ну вот, самого ЦК, что не очень здорово, потому что, скорее всего, ты точно умрешь в такой ситуации. А после этого еще дает стан, и противник гарантированно будет заморожен колдфитом. И вот благодаря такой комбинации можно убивать. Ну, там есть, опять же, Ancient Operation плюс Свен. Фактически гарантированно за стан Свена колдфит заморозит и продолжит этот стан. Ну, и так далее, и так далее. А здесь вот не с кем работать именно в начале игры Operation пока. Но, может быть, мы увидим как раз какого-то еще пятого персонажа. По логике вещей это должен быть саппорт. Я думаю, что Пак, Мидер, Айер, Шейкер, Офэнер. Хотя Пак может казаться на сложный, сейчас это действительно модным стало занятием. АЕС с аппаратом будут двумя саппортами. Ну, мне не очень нравится, кстати, комбинация саппорта. Вот как раз они друг с другом работают слабенько. Вот у них не получается. Комбинации там нет. То есть можно, конечно, сдать стан, колдфит, но если, конечно, Офэнер перекроет проход, и тогда колдфит будет хорошо работать. Но это не всегда получается сделать. Иначе с Профит ласт пиком, после того, как Эмпайр взяли себе Рики, что-то интересное. Ну, вот с Фурионом я видел Нави, там выиграли. Буквально минут 15-20 назад. Ну, не знаю, Фурион зашел. Посмотрим, что это такое будет. Очень активный пик хочется отметить. То есть уже на ранних этапах Фурион будет куда-то прилетать на одной из линий. Герои с нюками, соответственно, быстро сокращают дистанцию до противника. Это и Пак, это и Виверс в том числе. И Айс Бласт от Ancient Operation тоже исключать не будем. Такой набор героев и способностей может и удивить имперцев. Почему бы и нет? Ну да, и в какой-то степени получается довольно-таки глобальный пик, как мы это называем. То есть очень мобильный пик, который играет по всей камне. То есть сплит, позже, другими словами. Здесь и Вивер, и Nature's Profit, которые могут очень быстро перемещаться по карте. и Operation, который может находиться где-то далеко, но все равно помогать своими ультами. И два героя, которым, ну, чуть ли не первым предметом покупают Blink. То есть они тоже быстро перемещаются, они могут цеплять кого-то и на этот момент уже будут пролетать туда Ultimate Operation, Ultimate Fureon или сам Fureon. Ну, то есть такой пик. Не то чтобы на драку 5 на 5, хотя и она присутствует. Вообще, если этим пиком играть грамотно, то он мне очень нравится. Действительно такой хороший, продуманный, интересный пик. Другой вопрос, что он тяжелый в исполнении. Это, знаете ли, не там кнопку на Веномансере нажать, там все в яде, и ты их добиваешь. Тут надо все очень грамотно делать, и по игре, и в драках. Посмотрим, справится ли Double Dimension. Ну, раз пикают, то должны, наверное, справляться. Ну да, просто как пальцем в небо не тыкнешь героев, не возьмешь себе в стратегию какую-то. Ты как минимум должен понимать, что с этими персонажами делать, а желательно еще иметь и небольшую хотя бы практику исполнения на этих героях. Я думаю, что ДД нам сейчас-то будет демонстрироваться. Ну, Empire, ну да, чуть проще. Ну, а что? Тот самую кнопку нажал на Веномансере, я там всех добил. FN тоже Requiem скастовал. Вроде ничего сложного. Ну, единственное, конечно, будет интересно посмотреть за телодвижениями Роджера на начальном этапе на Рикимару. Я большой фан от вообще этого персонажа. Сам очень много практикую и мне вдвойне приятно потом наблюдать, когда профессионалы на просцене в общем показывают, как нужно катать на таких героях. Ну, от роуминга Рикимару очень многое будет зависеть. Как он будет мешать, например, герою в центре, сможет ли он находить Фуриона на фарме где-то в лесу, в случае, если Фурион в лес как раз-таки отправится, как будет воровать баунти-руны, ну и прочие-прочие такие микромоменты, которые очень сильно будут мешать. Ну, кстати говоря, вот в плане контроля того же Вивера вот зачастую возникает такая проблема, как, например, ловить Вивера. Вивер — герой, который очень ловкий, очень проворный, у него и таймлэпсы шикучие, он быстр весьма, и когда нет жесткой фиксации, жесткого стана, случаются некоторые проблемы в драках 5 на 5. Ну, вот Рикки при грамотной сборке, это, конечно же, Diffusial Blades и вовремя установленные тучки может очень многое сделать и, может быть, даже драку перевернуть в каких-то ситуациях. Поэтому от Роджера не просто будет зависеть начальная стадия, но в каких-то моментах даже и драки в мидгейме и в лейтгейме. Ну да, Рикки, он вообще-то такой. Рикки — это такой, знаешь, прототип... А, ну, собственно, мы, кстати говоря, забыли отметить этот момент. Натренированное, натренированное, грамотно делали ударчики. Рикки — это такой прототип Манки Кинга, знаешь, он тоже не только в начале бегает, он потом выходит в лейтгейм, ему не нужно много предметов, как и Манки Кингу. Ну, сейчас Манки Кингу уже не играет, все, он закончился с тех пор, как башер не работает просто в ультимейте. Но у Рикки-то башер работает, и у Рикки, в принципе, все остальное работает. То есть Рикки тоже, купив небольшое количество предметов, может ультимейтом много урона делать и вообще много урона делать. То есть герой интересный. И здесь вот, что касается именно ловли Вивера какого-то, здесь есть комбинация из Кога в Клокверка плюс Туча. На самом деле, поймав Вивера в Коге и в Тучу, если у него нет Хуррикейн Пайка, ему очень тяжело выбраться, потому что сломать Коге в Туче сложно. Просто будешь промахиваться по ним. И в итоге, так вот можно убивать Вивера. Даже двумя, грубо говоря, саппортами корк персонажа может будет убивать. Да, есть такая комбинация. Ну, обратите внимание на Роджера в плане его закупа уначального. Это все-таки Сапог играет без Орбы Веном. Пока в быстром закупе уже Орбы Веном присутствует. Много я видел билдов от того же Бобоки, например, на Рикки Мару, когда он все-таки предпочитал Сапогу сперва приобрести Орбы Веном. Но чтобы просто в начальном этапе хотя бы саппортов очень сильно гонять. Представим себе ситуацию, при которой Роджер сейчас в лесу встретит аппарата. И был бы Орбы Веном, он его просто-напросто уничтожил. Но здесь Сапог. Очень быстро Роджер пробежался. Вот так вот целый круг навернул по карте. К центральной ее части. Посмотрел, кто где находится. Всяком случае, пытался дать какую-то полезную информацию. Ну и вернулся. Вернулся, поставил Вард. И будет начинать он как раз-таки с центра. Где уже пробуженный ФН? 12 душ у него уже имеется. Вот сегодня мы видели, кстати говоря, 3 раза СФа. Вот это третий, по-моему, если не ошибаюсь. Или четвертый. И вот только впервые мы увидели этого СФа вкупе с Кокверком. Да. Ну и такой СФ, он, конечно, очень здорово будет стоять. Мидл. Обычный СФ начинает у него там 50 урона. И ему тяжело. А сейчас у него уже под 80 урона. А у Пака лишь 70. Ну, у них, в общем, примерно одинаковая атака. Но обычно СФа как раз она намного меньше. А сейчас она такая же, как у Пака. И как бы СФ чувствует себя очень даже здорово. Плюс еще Роджер помогает немного. СФу на начальной стадии. Ну, такому что-то финну даже особо помощь-то и не нужна. Тут, скорее, больше Рикимару ворует экспириенс сейчас, что не очень приятно. Ну, с другой стороны, вот уже... Он разведывает. Вот смотри, он сейчас пойдет сюда, увидит этот Диктор Пакет. И все. Аплодисменты. Он молодец. Ганг уже предотвратил фактически от Жени и от Дарка, которые готовы были заходить за спину к Фену. Ну, и Фен прекрасно все видел, все знал. Роджер ему информацию дал. А вот тут внезапно Мепошка вместе с Чапи уничтожает за Флоу на Нейч с Профитом на верхней линии. Да, такое тоже бывает. Ну, вот они решили линиями поменяться. То есть, Вивер отправился на Хард, а Фурион на легкую. Ну, и там для Фуриона-то линии легкой в итоге и не оказалось вовсе. Ну, да. Ну, вообще, довольно-таки странная смерть, потому что ты на своей легкой линии, если чувствуешь, что что-то идет не по плану, ну, ты можешь прямо таки в лесок, прям тут рядом, отвезти там что-то, да, не рисковать, в общем. Не умирать, но в итоге умер, и происходит свап линии моментальный. Отправляется Флоу вниз стоять против Клокверка, как и должно было быть изначально. И отправляется Трипла стоять против Триплы. Ну, и сами Эмпайр тоже делают сразу слаб. Потому что они-то, на самом деле, убегают от Триплы оппонентов. Ну, да, это правильно, как минимум. Но Чапи против Фуриона будет стоять очень удобно. При поддержке одного из суппортов, но ФТ-Сраптор или Рикки Мару можно будет в очередной раз огорчить этого Фуриона. Так, а тем временем Роджер находит кейст, и Андершок уже потратил. Мы видим шифт, начинает пробивать. Да, можно спокойно шедурейсами размахиваться, была тучка, и хороший минус. Ну, вот так вот. Ротация от Роджера приносит успех. И Руну очень качественно подобрал еще и баунти. Он взял как раз-таки с левелом все в порядке. Второй уже. Такая ошибочка от Пака, опять же, жадная. Через чур какая-то игра. Ты, да, он там хотел по максимуму помешать СФу, добить какого-то там лишнего крипа чужого своего, где-то там ближе к вышке. Ну, его сентри вард, который показывает Рикки Мару, он стоит так, что вот он стоял там, где он не видел Рикки Мару. Соответственно, это плохо. Если бы он видел, что Рикки подходит, он бы просто сразу убежал. И ничего бы с ним не было бы страшного. Так бы Рикки, может, немножко бы его побил, разве что. А так он умер. Умер, и это плохо, безусловно. Да, вот сейчас Роджер перемещается вниз, видит Флоу, видит Фуриона, знает, как тот здесь прячется. И в итоге, если Виномайнсер удастся... Виномайнсер удастся подойти вплотную, ну, даже не вплотную, хотя бы на рейндж использования Виномасгеля, можно было и забрать. Но Фурион тоже понял, что что-то здесь не так. Слишком опасно на этой линии. Заручился поддержкой Евгения, который поставил сюда сентри. И вот теперь уже Рикки здесь делать практически нечего. Но, правда, Виномасгелем зацепили. Все равно Флоу старается найти через Телепортейшн. Есть Глимс, конечно, и вот теперь Телепортейшн. Был до этого ТП, Флоу, неужели выживет? А он ТП сделал вот сюда, вниз, и его донает. Насколько все сложно. Да, в итоге ТПшку, конечно, потратил, и его с Денайли. Ну, ладно, хотя бы противнику не отдался. А в этот момент в миде умер Пак в очередной раз, но при этом, судя по всему, просто в очной дуэли против Шадоффинда. Это, опять же, не знаю я, нужны ли эти риски все. Да, если ты убил, ты, конечно, крутой. Тебе аплодируют, там, фанатки кидают лифчики в тебя. А если ты умер, то как бы все плохо очень же становится. Ты не крутой, да, у тебя отбирают все лифчики. У тебя отбирают лифчики, может, еще что-то отбирают. То есть риск штука благородная, но иногда, мне кажется, что проще играть стабильнее. Ведь стабильные игроки, которые меньше рискуют и больше играют на стопроцентные варианты, они чаще добиваются успехом все-таки, как по мне. Так, ну вот снизу, возможно, будет попытка убить Чапи. Сейчас выходит Евгений, есть фиссур, отрезают проход Чапи, подтягивается мипошка, глимсует флоу. Чапи откидывается винным из гелем, но тычки хватает от Жени. Минус на мастер, но в центре в очередной раз погибает пак. На это уже при поддержке от Рикимару, который пришел, тучку поставил. Он мне напоминает ГГВП Ланави из прошлой игры, того ИСФ, которого просто впустили на конвейер, но теперь это пак, у которого он появляется, у него кулдаун на телепорт. Ты вообще понимаешь, до чего дожили мы? Ну, так да, он только погиб, вернулся, опять погиб, и что делать в такой ситуации? Пишком теперь возвращаться. У него по фарму все неплохо при этом. Ну, именно по крипа. 22 крипа он убил, да. Ну, по Нетворсу, конечно, он сильно отстоит от Шадо Финда, там на 1200 голды разница. Ну да, крипов он добивает здорово, однако из-за этого страдает, потому что позволяет тебе заходы на чужие пригорок, там, где нет у него и не было в тот момент центри, там, где его ждал Рикки, ну вот эта агрессивная игра приводит к тому, что он просто погибает, и он таким образом кормит ФНа. Ну, ФН, конечно, доволен. 2.700 внезапно Нетворса получить на шестой минуте, это очень приятно. И рейндропы у него уже имеются, и с магией его просто так не взять, и скоро будет Аквилла готова. В общем, Шадо Финд здесь хорошая перспектива для быстрой раскачки того самого героя, который будет потенциально убивать всех. Ну, а Роджер, тем временем, сапог, плейдцев атак, конечно же, фейсбутс, более чем стандартный. Айтем билд, и сейчас нужно вовремя стянуться в центр, потому что тут пошла атака. Пак просит помощи от своих тиммейтов, и вот она помощь в виде ЕСа, которая дает фиссуру, сюда же Флоу хотел прилететь, но ТП телепортейшн свой отменяет. Ну и снова, снова не получается, у него вообще никакого ганга, очень обидно, очень обидно играть оперейшн на втором уровне, тоже очень обидно играть. Бодиблок, пару ударов, Шадо Рейс минус. Ну, тут ничего не поделать, аппарат просто не может быть быстрым, потому что у него нет сапога. Ну вот этот пик аппарата на третий, как бы не было к нему никаких предпосылок, и, судя по всему, и сами ДД не особо знают, зачем он нужен в этой игре, потому что пока непонятно. Он просто присутствует на карте, он иногда умирает, ну, самое главное, что у него второго уровня, и это очень плохо. Точка. Снова на пака, Шадо Рейс, и Андершок не успевает улететь на свою Иллюзориорп, в очередной раз погибает, клики пошли, вот я вижу эти клики от Андершока, он очень недоволен. Ну, он говорит, Сентри поставьте мне тип того, но он-то забыл сказать, что у него уже стоял Сентри, он просто сам один раз умер, поэтому... Ну, то есть, винить можно только себя, на самом деле. Ну, тем не менее, Сентри все равно нужно ставить. Да, он один раз ошибся, когда Сентри у него стоял, но это не значит, что теперь нужно забить на мидера и вообще игнорировать его. Да, он может купить себя. Вот, кстати, он, по-моему, и купил совсем. Ну, или ему купили, он взялся, не очень понятно. В любом случае, надо поставить от Сентри, конечно, что-то тут видеть, но проблема огромная у Андершока, потому что он полезным не будет в этой игре. Ну, может быть, и будет, но не настолько полезным, насколько хотелось бы. Так, все-таки герой достаточно сноубольный, ему нужно побыстрее блинк. Ему нужно побыстрее вейл, там. Чем дольше это все покупается, тем меньше пользы, а потом противника в БКБ, и все. Пока уже вообще ничего не делает. Очередная попытка от ЕС и аппарата, ну, как-то подловить, подкузмить этого Шадоу Финда. Ну, вот, может быть, сейчас получится. Дримкоил ставится, Элизори Орб, сразу же тучка. Потягивается Флоу сюда также. Шадоу Финд просто убегает из противника. А сюда притягивается Гостик. На хукшоте уже ФН в спрутах правда. Должны его забирать. Стики используют. Тычка последняя от Флоу долетает. Есть минус. Размена один в один. Пока Гостик пошел слишком далеко вперед. Ловит еще один Элизори Орб. Старается отступить. Очередные спруты. Роджер рядом тучку поставил. Пробивают пака. Пак прячется пока в шифт. Тычка от Роджера. Еще одна. Есть минус на паке, но Рикимару тоже погиб. Размена, таки, неплохой для Дабл Дименшн получился. Хоть и всей толпой здесь воевали. Хороший очень размена. Если открыть вот Fight Recap, там прям 1400 золотишко насыпло. И Сэр дорогой очень. Нетворста много. За него прям много-много дают. Поэтому. Ну, в этом и сила пика. Дабл Дименшн мы это и подмечали. За счет мобильности героев, которые моментально могут оказаться рядышком и помочь. И особенно, конечно же, Фурион. В этом плане он незаменим. Если нужна поддержка, плюс один герой, он сразу же будет. За счет ТП. Так и произошло. Ну что ж. Немного приостановили Шадоу Финда. Хотя, конечно, Творс его все равно какой-то нереальный. Какой-то баснословный. 4200 денег он имеет в виде артефактов, которым приобрел уже ПТ Аквила, Боттл, Мэджек Вонтер, Индроп. Все, закупился. Все, что нужно. Но снизу драка тем временем. Свормы. Роджера пытаются взять Роджер. Все-таки погибает. Также Чапи отступает через ТП. Чапи ловит последнюю тычку от Дарка. Погибает тоже. И Женя еще не отпускает мипошку. В итоге внезапные 3-0. Ну, правда, тут Гостик ворвался. Конечно, Вивера убил. А дальше четвертую фтоверу, судя по всему. Убежать. Ну, его не так просто взять. Он очень толстый. Хотя вот уже не появилась мана. Дает стан. Ну, а Гостик говорит до свидания. Поторопился, возможно, со станом, Женя? Да, там никак ты не делаешь. Ну, то есть у Гостика еще было, наверное, 400-500 жизней. И у него 6 брони. Он просто бы убежал. Так или иначе нужно было давать стан. Но продолжить нечем. Потому что у Дарка слишком все не очень здорово в этой игре. У него просто элементарно маны не хватает толком на заклинание. Был бы у Дарка колдфит. Он дал бы после стана колдфит. Возможно, получилось бы убить. Но маны нет. И Дарк пока с ботиночком рассекает. И третий уровень на 10-й минуте. Что вот особенно неприятно. Да, я удивлен, как он до сих пор так бегает по карте. И не умирает от Соло Рикимару. Который тут уже и Фейсбутс, и Рейсбенд. По-моему, это вообще корм для Роджера. Видно аппарата. Просто иди, бей его. Ничего тебе не мешает. Единственное, что, конечно, ультимейт получить. С ультимейтом вообще стопроцентный фраг. Опасно, опасно. Потому что рядом Кунь Шейкер окажется. Прилегит этот гадский Фурион. Убьют тебя просто. И вот уже вместо того, чтобы ты убил кого-то. Дарк становится пятого уровня. Это не очень здорово. Кстати говоря, Флоу вместе с Б7 убивают Мифошку. Сразу же Флоу улетает на базу. Подрегенится. Ну а Роджер провожает взглядом сейчас Дарка и Евгения. Постарается предугадать. Возможно, даже развеять смок. Да, ну вот смок был использован. Но Роджер не мог идти за ними. Потому что стояла вышка. Пытается, возможно, Курьера перехватить. Он увидел, по идее. Увидел и сказал, что был смок. День же был. Курьера перехватывает. Курьера перехватывает Роджер. Давай. Там сверху правда драк. Сейчас посмотрим, удастся ли здесь Курьера перехватить. Удар, удар. Да, Курьер минус. Ну а сверху убить Ивера не удалось. Отличный Курьер. И шестой уровень сразу. То есть куча денег. Курьер по цене героя, пожалуй, будет в плане зарабатывания денег. Ну точно ценнее аппарата. Это точно. Лучше Курьер убивать, чем аппарат. Да, все верно. Если аппарат начнет впидеть Курьерами, то тогда будет. Комба. Гостик. Гостик подтягивается в центр. Тем временем на паку летает. Уже на Элизори Орби. Пойдет ли Гостик вперед в атаку? Ну тут Дивардинг в центре. Знает сейчас Роджер то, что в центре стоит в центре. И поэтому лезть туда тоже не хочется. В центр лучше не наступать. Поэтому лучше куда-то уйти в другую сторону. Ну вот так после великолепнейшего старта для Эмпайр игра к 12-й минуте сводится к тому, что в общем-то особого преимущества имперцев-то и нет. Есть какие-то номинальные там 2000 голды. Мы понимаем, что это не то, чего бы хотели Эмпайр после выигрышного центрального коридора. Вот может быть за флоу удастся подловить. Гостик мажет своим хукшотом. Флоу сразу же ТП. Не вышли. Да, ОФН нашел ДД. Ну, вроде преимущества нет, но есть такой фактор Шадо Финда, который очень здорово стартанул в этой игре и может, грубо говоря, выиграть игру Соло, завести Соляра, как это говорят. Потому что игра идет, никто их не мешает. Он просто фармит мид и идет в лес, фармит лес, идет в мид, фармит мид и так бесконечно. Отрывается по деньгам он очень серьезно от всех. Ну и, в принципе, Чапи тоже более-менее держится по Нетворсу. Ну, фактически ТОП-2 занимает. Можно так сказать. Да, но то дело, что, правда, это Виномансер. Как ни крути, герой-то, конечно, не самый супер лейтовый. Ну и к тому, что, например, тот же Вивер при должной прокачке, при схожем, может быть, Нетворсе, даже пострашнее будет выглядеть. В всяком случае, Би-7 при покупке БКБ Виномансера не особо ощущает. Как минимум этот момент должен говорить за выбор этого Вивера в сравнении с Виномансером. Хотя бы по одинакову Нетворсу. Такой Виномансер, который вроде бы неплохо стартовал, имеет второй Нетворс сейчас на карте. Имеет возможность с четвертыми Блэквардами, конечно, неплохо пушить. И вот этим конкретно нужно заниматься имперцем. Ну, а Гостик Терене находит аппарата. И Дарк. Стилит фраг. Ну, такой, да. Умеет, практикует. Ну, конечно, будет покупать себе пику. Нужен Форстаф, потому что ты играешь против Фуриона. Сверх какой-то суперзамесно начинается. Б-7 пытались убить через ультимейт мифошки, через кучу всяких разных заклинаний. Но он живой каким-то образом. А в центре Фен не факт, что будет живым. Рейка им выдает, но посмертный. Гостик, конечно, попытается разменяться в Андершок. Это получилось сделать. Потягивается Чапи с пользой новой. И просто убегает Флоу, Евгений, Дарк тоже рядом. Больше размены никакого, судя по всему, не будет. Но убили Шадуфинда в очередной раз. Это очень неприятно. Опять-таки, самый дорогой герой на карте погибает от рук противника. Да, не очень здорово. И, кстати, я нахожу определенный минус комбинации Веномансер и Шадуфинд в одной команде. Потому что оба любят, на самом деле, фармить лес. И не хватает им этого леса. Вот сейчас Веник пошел фармить лес, потому что ИСФ мертвый. Обычно кругом ИСФ все фармит. Ну, Чапи. Разобрался с древними крипами. Сейчас Баунтеруну поднимет. И есть у него Вейл, уже готов усиливать магический проказ своей команды. Смокскрин. И, ну, так подловить, конечно, на халяву, что называется, Вивера не выйдет. Вивер успевает уйти на безопасную дистанцию. Выходит из-под смокскрина. И, в общем-то, был таков. Клокверк нужен для таких гангов, конечно. По-другому тут почти никак не убить. Ну, еще Дизраптор может помочь. Ну, вот они пытались. Дизраптор плюс Рикки плюс Веник убить Вивера. Даже через ульт-дизраптор там что-то не срослось у них. Хотя, если сделать все очень хорошо, то должно получаться. Но лучше всего, конечно, чтобы Клокверк. И вот Роджер замечает кучу людей. А, Сентри. Ставится прям под ноги к нему, и как неприятно. И сдувает его. Просто сдувает с точки. Ну, как же обидно. То в такой внезапной Сентри. И прям вот попали точно в местонахождение Рикки Мару. Прям прочувствовали этот момент дабл-дименшн. Ну, что по итогу. Все равно собираются Эмпайр на верхнюю линию. Сейчас попытаются надавить на вышку, судя по всему. Возможно, даже подраться. Паку остаются просто копейки до покупки Блинк Даггера. И вот желательно бы ему еще до... Потайной лавки дойти, чтобы купить Блинк. Так, ну аппарат тут получил хукшот. Разрядился. Есть Глимс. Отличная игра от Андершока через Олизори Орб. Отлично было сыграно. Избежал Статик Шторма. Но сможет ли он выжить в любом случае? Большой вопрос. Гвоздик идет дальше. За ним. Если уже убили, убивают все-таки и Пака. Остается Би Севен, который старался убить Эфена. Вынужден использовать таймлэпс и уходить. Три в ноль. Импайр эту драку выигрывает и вышку тоже собирают. Но Флоу сломал вышку снизу, я так понимаю, за это время. Да? И уже так подбирается к Тер-3. Ну, в общем, играет в Адмирал Бульдога такого классического. Не воюет особо с командой. И сплитит. Другой вопрос, что пока Фурион так играет, желательно стараться все-таки не отдавать настолько много противнику. Фрагов там, вышек и позиций. Ну, хотя бы в размен выходить в таких сражениях. Ну, хоть какой-нибудь, да. Просто отдаваться. Мне очень импонирует, как собирается Роджер. Просто я сам такую же сборку делаю. Я прям посмотрю и в восторге от того, что они в Админтаре. Зачастую, когда смотришь на Бобоке, там у него видишь три рейсбэнда каких-нибудь, там еще какую-то ересь. А тут вот классический, классический набор хороших айтемов. Ну, и Диффьюжл Блейдс, конечно же. Он выставил себе быстрый закуп. Нафармить на столь заветный артефакт будет невероятно трудно. Потому что особо-то денег ты нигде не подбираешь. А, ну-ка, это будет урно в Шатус. Ну, вот теперь нет классики, теперь это будет урно. Все. Нет классики. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Слушай. Впрочем, если игра будет затягиваться, Роджеру тут надо выходить в определенный лейт. Именно потому, что в Админтаре все-таки действительно не самый литовый герой. Мне интересно, почему на Квиллу не выключает? Не может ли его спалить в один момент? Так, ну он поставил, конечно, 3-кл за трейд. Сейчас не подставился под прокаст Андершок. Но есть смокскрин. Вроде бы пак должен уходить. Телезориорп. Есть глимс. Если попадается под глимс. Еще есть шифт. Использует. Выигрывает время Андершок. Все равно, конечно, погибает. И Евгения здесь тоже должны будут уничтожить. Просветка хорошая. Но Роджер среагировал. Вовремя. Вовремя. Использовал свой ультимейт. Не подставился под сайленс от пака. И, соответственно, команду успел перетянуть. Ну, опять, странная какая-то игра, на самом деле. Потому что... Ну, где? Где? Где еще союзники? Где помощь? Так вот... Ну, не знаю. Мне просто... Это вот место, где находились ДД, оно абсолютно непонятно. Потому что на этой линии нет ни одной вышки. На самом деле, тут даже находиться не нужно. А навязывать здесь драку ни за что. Абсолютно два в непонятно сколько. Несколько с явным перевесом в сторону противника по количеству героев. Это вообще не очень грамотное решение. Но вот подобные решения и, собственно, сводят все остальные старания на нет. Какие-то классные действия, которые делаются по игре, потом полностью смазываются вот такими вот загулами. Нужно от них как-то избавляться. Нужно изучать свои реплеи грамотнее, что ли. Потому что наши команды, вот многие из наших команд, наши игроки могли бы играть на уровне, знаешь, таком прям уровне, уровне, чтобы мы гордились не только Virtus.pro на данный момент, но и еще там кучей коллективов. Но постоянно чего-то не хватает. Таких вот мелочей. Индивидуально наши игроки очень молодцы. А вот как дело доходит до каких-то макропередвижений, ну, очень много ошибок, к сожалению, возникает. Мы уже подчеркнули сейчас на протяжении нашего сегодня эфира третий, по-моему, третий пункт в сравнении команд профессиональных от Tier 2 и Tier 3, чего же не хватает коллективам, чтобы, особенно нашим, чтобы выстреливать и быть действительно на уровне Virtus.pro, болеть, точнее, сражаться за первенство на каких-то интернациональных турнирах, на мажорах и интернешналах в том числе. Так и есть, так и есть. Ну что, Urn of Shadows собирает себе Роджер, все еще не хочет выключать он Аквилу, и меня это прям немного смущает. Не боится ли он постоянно, ну, просто обнаружит себя таким образом. Когда Ауа пробегает, например, сейчас B7, кликает на крипа и видит, что у Аквилла есть аура такая. Он понимает, что Рики рядом. Ну, вообще, ты прав, конечно, если бы B7 был бы роботом, но я уверен, что никто ни разу не спалил пока его... Так, ну там Терендрака неплохая, статик Шторм был установлен, за счет него убили двух героев, подтягивается ФН. Дальше уже сопротивление бесполезно, оттягивается Дарк, на нем Urn of Shadows, и он тоже погибает. Это минус три, в размин на одного лишь только Дизраптора. Вышка снизу тоже будет падать. И Empire продолжает выигрывать все возможные столкновения с противником. Будь то это 5 на 5, 4 на 4, или просто отдача двух героев от Double Dimension. Такое тоже было. Ну, и свои вышки тоже стараются не отдавать. Хотя возвращается B7, старается вышку взять, вышку забирает. Гостик здесь, хукшот через 4 секунды. И ракетка не туда улетает. Так, Гостик не предугадывает движение Вивера на его отходе. И по итогу подловить, наверное, не получится. Хотя Роджер идет, Роджер сейчас будет просматривать этот момент. Ага, может быть, увидит кого-то. Видит он пока лишь только Flow. Есть хукшот. Не забываем хукшот мимо в очередной раз от Гостика. И убить здесь не получится. Да, неожиданно как-то промахнулся Гостик, казалось бы. Ну, не рассчитал немножко скорость. Flow в этот момент фызы нажимал, и слишком быстрый был. Не ожидаешь так. Может быть, иногда, что Фрён будет двигаться на скорости 430. Привык к чуть-чуть более медленному Хориона. Он все-таки дедок, не очень быстро перемещается. Снова Дивардинг идет. Ну, тут Рошана убивают. Вот хороший, в принципе, план от Эмпайр. Ну, видимо, не успеют сюда все-таки Double Dimension. Хотя все ультимативные способности готовы. Чего нет? Ну, Блинк Даггеру, если, например, есть. Это из того, что действительно имеется для драки в узком проходе. Да они как-то не поняли вообще, что тут Рошана убивает. Ну, не прочитали. Если бы знали, то могли бы что-то придумать. Сюда бы залетел Шейкер с ультимейтом под ультаппаратом и ультфурион. И, в принципе, могли бы они убить там Чапи вообще очень быстро. Если бы, скорее всего, успел нажать какой-то БКБ. Но, возможно, и добили бы его после. Ну, в общем, могли бы что-то сделать. Ситуация была. Ну, они, походу, в принципе, не понимали. Обычно, если догадываются хотя бы об этом, ну, кинули в ультаппарат. Честно, посмотреть, что там происходит. Но ультаппарата тоже не прилетала. Так-то так. Просто проморгали этот момент сейчас Double Dimension. Придется им сражаться против Shadow Finder, в том числе, который имеет Aegis в своем инвентаре. А это, значит, непростая. Убить даже единожды этого героя. И при этом мы видим, что Empire не торопятся. Они стараются своими пышками не видеть и отвечать на сплит-пуш противника. Кукшот был не самый удачный от Гостика тем временем. Но есть Glimpse. Glimpse вивера возвращает. Вивер нас одевает через молнии, через диффузы. Поэтому ни линки, ни БКБ у него нет. И он всегда будет страдать от того, что мипошка будет его контролить с помощью Glimpse и возвращать нужную область для Дизраптора. По итогу, минус на кире-героя. Неплохо сыграно. И остаются лишь только две крайние тире-два вышки сейчас у коллектива Double Dimension, за которые сейчас будут приниматься как раз-таки Empire. Ну, все выглядит так, как Empire в своем стиле. Аккуратно, спокойно, без каких-либо проблем эту карту будет заканчивать в свою пользу. Я хочу увидеть хоть какие-то попытки от Double Dimension что-то изменить на этой карте. Ну вот сделать какой-то хороший мув. Какую-то вылазку под смоками, может быть. Подарить нам красивый эхо-слэм, в конце концов. Ну, у них есть шейкер, да, то есть они могут еще попытаться что-то сделать. Естественно, это с каждой секундой становится все тяжелее, потому что даже если это даже очень классный ультимейт, сейчас боюсь, что не все умрут у Empire, а, возможно, и никто. Ну, точнее, какой-нибудь там, конечно, Дизраптор умрет, но он, естественно, не стоит в кучу моле, там не подходит под такие раскасты, стоит далеко. Вот, видимо, стратегия сейчас одна у Double Dimension. Это бесконечный сплитпуш за счет Фуриона. На это можно надеяться. И можно так вот перехватывать еще. Глимс, Сундершок. Очень интересно. Да, ну, не пошло немножко, но Фолл забирает в это время вышку слева. Ну и что-то вроде как получается по плану. Да, другой совсем вопрос, что в один момент Empire могут просто пойти по какой-то линии и ломать бараки. Да, ты знаешь, кто сказал, что Фурион это сделает быстрее, сломает Тир-3, чем это, например, сделает Шадоу Финт. Такое количество может. Вряд ли это у него получится. Поэтому, ну, все-таки он не медведь. Поэтому пока у Double Dimension все равно шансы невелики. Ну, им тяжело что-то посоветовать. Эмпайр двигаются и действуют достаточно грамотно. Пик у Эмпайр такое, что, в принципе, в ближайшее время они явно будут лидировать в этой игре. Они будут выигрывать драки. Ну и ДД надо рассчитывать только на ошибку, пожалуй, какую-то. Ну, при этом, конечно, пытаясь что-то навязывать. Просто стоять на базе это точно не вариант. Да, ну, пятером перед вашим Тир-3 кучно. Так вот, Эмпайр, конечно, не встанут. Нужно понимать. Для того, чтобы противник ошибся, нужно что-то для этого сделать. Например, самим произвести какую-то активность, какой-то выход, возможно. Ну, вот снова отправляется на нижнюю линию. Вновь будут сплитпушить. С диффузами уже Вивер. Евгений позади. Евгений готов, если что. Контр иницирует в случае атаки на своего тиммейта. Ну и вот Чапи здесь. Би-7. Правда, и Роджер. Неудачный Веномазгель. Евгений будет ли залетать на Веномансера, попытается ли он его осилить. Веномансер, кстати говоря, и пошел по тому билду через Аганим. Будет усиливать свой ультимейт. Так, ну и здесь ТП. Да, Эмпайр не было никого перехватить. Ну и сами они, в принципе, довольны идти по нижней линии, потому что там осталась последняя внешняя вышка. После этого уже можно будет подниматься на хайграунд. Защитить как-то Тир-2, наверное, не получится. Дабл-дименшин. Зато можно бесконечно сплитпушить. Этим Флоу и занимается. Ну, Флоу, да, занимается, но он очень аккуратничает. Я, конечно, понимаю, что он боится умереть. Но ситуация рисковая. Точнее, ситуация такая, что нужно рисковать немножко хотя бы. Ну, так знаешь. Оправданный риск совершать. Пойти-то поломать эту вышку немного. Потому что иначе... Ну, иначе что? Иначе он сидит в кусте. Костик, отлично. Находит ЕС, который крип скипил, который пытался пачку крипов съесть. Пачку крипов, конечно, за спиной противника он съел. Но вот погиб сам. А там еще и за Би-7. Пошла атака. Пошло нападение. Будет ли Глим. Глимс уже был. Кинетик ставится неточный. Би-7 просто из-под него выходит. И вроде как даже спасается Бекстон. Ну, минус ЕС. Сердовышку все-таки забрали Эмпайр. И вот теперь мы будем ждать захода на хайграунд. В скором этом и будущем. Еще и продолжает Роджер преследовать этого Вивера. Вивер. Роджер. Есть Гем, между прочим, у Роджера так-то. Он сейчас видит Вивера. Да, тут уже драка разделилась на несколько частей. Тут Лоу умирает. И так вот парад, кстати, хороший ультаппарат по Чаппе. Чаппе можно будет добить, но что урона не хватает совершенно. Ну да, и зажимают все-таки в кинотехфилд здесь мипошка. Вивера. Вивер тоже отправляется в таверну. Такие-то суммарно минус 3. Причем погибло 3 гор героя. И придется, судя по всему, кому-то из них делать пайбэк. Потому что, ну, 40 секунд вроде как есть. До респауна абсолютно всех. С другой стороны, отсутствует глиф. И за 40 секунд строения могут упасть. Эфо, ну, не мешают эти даже фиссуры. Потому что у него дистанция таки хорошая. Еще драгонлендс. Пробивает, пробивает, пробивает вышку. Надо запушить. Ну, хотя бы тер-3 снести, конечно. В идеале бараки. В идеале даже милишный барак просто скушать. Ну да, хватает времени. Более чем. Еще секунд действий у них буквально имеется. Ну, и комфортно. Снесенная. Центральная линия. Теперь уже можно и отойти. Итак, слишком много денег было заработано. Герои противника были уничтожены. Линия покорена. И все очень хорошо. Все просто великолепно. Покорена мне нравится это определение. Это слово. Подснос. Линия покорена. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Ну, что я могу сказать здесь. В общем-то, ты говорил, говорил. А я уже краем глаза смотрю на соседний стрим, где эффект Анжи играют. Там поинтереснее просто. Ну, такое тут. В общем, действительно очень тяжелая ситуация у ДД. Я даже смотря на всю карту, ну, я не могу прям вот придумать какого-то реально рабочего плана, как им сейчас, что надо сделать, чтобы игру эту выиграть. Ой, в плане придумывания рабочих планов для команды, у которых все плохо, вот тут я прям мастер. Теория идеального замеса, это вот мое. Нет, ну это понятно. Я имею в виду в макро передвижениях, как заставить импайр, в общем, наошибаться, как заставить, как замотать их по карте. Проблема сплитпуша, с которой можно столкнуться сплитпуш, самое главное. Это когда любой твой герой слабее любого героя противника. Ты не можешь сплитпушить, если тебя может отпушить любой герой вот практически на карте. А сейчас именно такая ситуация. То есть единственный герой, который не может там прогнать Фуриона, это Дизраптор. Да, но любой другой может. Поэтому Фурион, грубо говоря, не может никуда пойти. Его найдет любой персонаж, он либо убьет его, либо прогонит. И так же практически с любым другим персонажем. То есть и Вейвер никого убить толком не может, и Пак. И в итоге все, что они могут делать, это просто бегать и фармить то, до чего они добираются. Но это не очень перспективно, потому что, естественно, импайр фармит больше, естественно, импайр делает делают, что хотят, и могут забирать фраги, и могут просто ждать Рошана, потом забрать Рошана. И бедные ДД вынуждены рассчитывать на какую-то, ну, просто серьезнейшую ошибку от своих оппонентов. Вот, например, вот что-то можно попытаться Гостика забрать, а он может ТП нажать. А вот так вот коками оттолкнул противника. Женя прилетает, тотем имеется, и Гостика в таверну отправляет. Неплохо сыгран. Правда, в ответ никто или не погибнет сейчас, потому что Роджер-то ждет. Команда подтягивается, она уже близко, и в итоге за флоу, конечно же, пошла погоня. Есть глимс, дал вижен Роджер. Роджер сам через смокскрин и через диффузы старается убить Женю. Да, Женя с покскскрин и просто не выйдет. Трикот за трейд, в итоге минус Фурион, минус ЕС в размен на Клокверка. Ну, вот так там. Пытались что-то делать интересное, интересное получилось. Хотя бы Клокверка забрали, они давненько уже никого не убивали. Но, правда, ценой у смерти Фуриона. Так, ну и аппарату здесь просто ФН спокойно забирает с пары ударов. Использовал пику. Приходит Вивер, но Вивер вообще, конечно, не помеха. Он там вроде как неплохо пробивает, но ФН пробивает просто серьезнее, серьезнее. Слушай, они бы, кстати говоря, если вот мы поднимали вопрос о том, как же вот камбэчить, как все-таки спасать эту игру, могли бы хотя бы аппарату позволить десятый уровень взять. Ну, пусть будет ГПМ. Как у Тизраптора, да? Купи Аганим. Но Аганим же это крутая тема на аппарате. Да, но надо быть большим оптимистом, чтобы в такой игре сейчас положить себе в пикбай Аганим. Ну, хотя бы десятый уровень-то дайте аппарату. Ну, пусть ГПМ у него появится, в конце концов. А тут он прям бегает, с упор с упортом, конечно. Так, ну, залетает этот самый Айс Бласт. ФН его впитал, будучи в БКБ, поэтому им пока все равно. Хотя, вот, отгоняет. И вроде бы улетит дальше Андершок. Получает смокскрин. Андершок поднимает в Юл. Есть поезда, но выцепляет она трех героев. Дабл Дименшн. Фиссуров никуда. Падает. Инж Топаришн. Ну, и нужно, наверное, отходить. Дабл Дименшн. Все ли уйдут? Большой вопрос. Андершок. Нелезори Орб, Блинк дал, но Глимс. Вернули его просто откуда-то из очень далеких стран после Орба, после Блинка. Все равно вернули. Ну и Флоу полетел вниз сплитить. Это, конечно, достойно уважения его стремления что-то сломать. Но я боюсь, что ИСФ, Рики и вот эти все друзья намного быстрее все будут ломать. Но они уже сломали. Близко. Да, Флоу ничего там не успеет. Эхо Слэм разряжается в Дизраптора и хватает урона за счет пары ударов от Вивера, но за это сам Вивер и Эр Шейкер будут погибать. Ну, вот еще один минус они, конечно, сделали и после этого минуса они согласились сражением. Ну, и Флоу можно спонтан пойти, да, убить. Унижает противника, танцует. Ну, слушай, откровенно говоря, вот после такого старта, после такого подарка, фактически, для Шадоу Финда, он просто был обязан выиграть эту игру. Ну, и Фен, вот приятно иметь такого игрока у себя в команде. На данный момент Фен таким, очевидно, является, который может выиграть игру для тебя, если ты ему сделал хорошо в начале. И понятное дело, что если бы Empire играли там с образными Evil Geniuses, один Фен бы не мог выиграть игру. Нужно, чтобы все остальные тоже много чего делали. Ну, естественно, здесь тоже они делали. Но, когда играешь ты против более слабого оппонента, у тебя вот есть такой мидер, ты ему помог, и он выигрывает тебе игру сам. Я играл с парой таких мидеров за свою жизнь. Было всегда приятно. Ты знаешь, что если ты сделал свою работу, то он сделает свою. Как бы ты начал, он закончил. Это круто. А то бывает, знаешь, ты начал, а он не закончил. Он что-то закончить не может. Да. Это обычно фабрик. Приходится качивать тебе, а ты не способен, потому что ты суппорт. Да, я не способен, потому что у тебя, да, у тебя у тебя Red Wars 2 тысячи. И ты обижен. И такой ходишь, в общем, до конца игры. Ну, и Фен молодец. Empire, в принципе, тоже молодцы. Но, опять же, от Double Dimension много я не жду. На этих квалификациях играют более-менее. И я даже сказал, что вполне достойно для команды из открытой квалификации. Тем более, из вторых квалификаций. То есть, прошедшие самыми последними сюда. Да, ну и дальше по плану, друзья, у нас противостояние но фаворитов этой группы на данный момент. Это M19. Победители как раз-таки первые OpenQual, которые идут с счетом 3-0. И против Spirit'ов они будут играть, у которых 2-0 без поражения обе команды. И вот после этого матча кто-то из них потерпит первое поражение. Узнаем кто, но это будет еще не скоро, друзья. Пока пауза. Переключайтесь на трансляцию под номером 1. Там идет игра Кибер Анжи и Эффект. Я говорил, что там поинтереснее. Не знаю, что там. Там интересно, да. Значит, смотрите эту игру. Ну, а мы вернемся к вам, как только стартанут драфты матча Spirit M19. Не уходите.